Важной задачей в компаниях, занимающихся 3D-моделированием, является демонстрация результатов работы партнеру либо руководству компании. В этом видео обсудим, как быстро и понятно презентовать проект. Для презентации проекта могут понадобиться как технические данные, так и визуальная презентация с демонстрацией работы конструкции. Сделаем быструю презентацию на примере готовой конструкции ручной дрели. Для начала создадим изображение и видео, которые, во-первых, дадут визуальное представление о конструкции и ее работе, а во-вторых, могут быть использованы в рекламных материалах при необходимости. В SolidWorks есть добавление PhotoView 360, с помощью которого можно рендерить изображение и видео. Если вы использовали его ранее, вы могли заметить, что рендер с помощью этого добавления может занять довольно продолжительное время. Еще один нюанс. С PhotoView 360 это добавление использует центральный процессор для рендера. Чтобы подготовить визуализацию быстрее, стоит использовать другое добавление SolidWorks. Это добавление SolidWorks Visualize. Это добавление может рендерить изображение и видео с анимацией. Наша модель имеет анимацию, которая демонстрирует принцип работы механизма. Для того, чтобы перенести ее в SolidWorks Visualize, мы должны сначала подключить добавление в настройках, затем перейти в нужную вкладку и нажать расширенный экспорт. Выберем здесь «Исследование движения», которое содержит нашу анимацию. Нажмем «Ок». Добавление попросит перестроить анимацию. Для актуализации соглашаемся. Ждем, пока SolidWorks пересчитает заново созданную анимацию в данном исследовании движения. Далее автоматически откроется добавление Visualize. Перенос данных между программой и дополнением может занять некоторое время. В первую очередь откроем «Настройки программы» и выберем устройство для рендеров. Как видим, в этом добавлении есть возможность использовать как процессор, так и видеокарту. Выбираем видеокарту и тип рендера, который ей соответствует. Далее настроим фон и камеру для отрисовки. Добавление SolidWorks Visualize может использовать как камеру, перенесенную из проекта SolidWorks, который вы там могли создать, либо использовать свою встроенную камеру. Используем камеру по умолчанию и выберем изометрический вид для нашей модели. В настройках камеры мы можем указать необходимое соотношение сторон и выбрать, будет ли перспектива считываться при отрисовке с этой камеры. В настройках фона, который здесь называется сценой, выберем вместо среды белый цвет и в настройках отключим тень. Обновим сцену и выберем «Отображать». Далее запустим отрисовку изображения. В настройках можно указать нужное разрешение. Метод отрисовки – быстрый, точный или для предварительного просмотра и, главное, время, которое мы хотим выделить на отрисовку. Эта функция является ключевым преимуществом перед PhotoView 360. С помощью нее можно делать как оперативные отрисовки в случае необходимости срочно показать результаты работ, так и запланировать основательную отрисовку для максимального качества. Программа сама определит, какой уровень качества изображения будет на выходе, основываясь на заданном времени. Меньше – хуже, больше – лучше. Посмотрим на получившееся изображение при 20-минутной отрисовке. Полученное изображение вполне может использоваться как в рекламных материалах, так и в презентации продукции. Далее создадим отрисовку анимации. Здесь можно выставить время и качество отрисовки. Аналогичное изображение. Также можно здесь выставить, с какого кадра начинать и каким кадром заканчивать, и также частоту кадров для создаваемого видео. Качественный видеоролик требует значительно больше времени на отрисовку по сравнению с изображением. Посмотрим на возможный результат оперативной отрисовки анимации. Такой видеоролик хоть и не является фотореалистичным, но он дает хорошее представление по работе механизма и может быть использован в качестве демонстрации. Далее вернемся в Solidworks и подготовим эскизный чертеж для быстрой демонстрации технических характеристик модели. В данном случае будем исходить из потенциальной срочности задачи и не будем затрагивать оформление чертежа по чертежным стандартам. Задача быстро подготовить чертеж, по которому производственный отдел либо фирма-партнер сможет быстро оценить конструкцию, ее габариты и возможные нюансы в производстве. Дособерем сборку, установив крышку на место. Далее создадим на основании сборки чертеж. Выберем формат А3 ГОСТ, разместим на полученном листе основные виды, в том числе изометрический вид. Перенесем изометрический вид на лист. В настройках изменим его масштаб. Для того, чтобы более наглядно продемонстрировать общий вид конструкции, добавим также подпись «Вид масштаб 1 к 3». Выберем вид сверху и скроем из отображения верхнюю крышку для того, чтобы продемонстрировать внутреннее устройство конструкции. Аналогично для большей наглядности можно сделать и на изометрическом виде. Нанесем основные размеры на модель. Такой быстрый эскизный чертеж будет полезен для демонстрации конструкции людям без технического образования, для обсуждения конструкции перед подготовкой конструкторской документации, перед производством, либо для подготовки в производство штучного изделия, не требующего особой точности и не выполняющего ответственных задач.